И когда я ухожу в него, я могу там несколько лет вообще даже с людьми не общаться, представляешь? Просто насколько я открытый человек, но я запираюсь в комнате. Да, твоя основная миссия. Да. То есть, представляешь, если мне дано время для жизни практически безлимитное, я думаю, что ты тоже понимаешь, что это не 90 лет, то мне бы хотелось постичь все виды спорта, причем в такой последовательности, в которой мне интересно и в которой еще и эффективно. Друзья, всем привет. Представляю вам на своем канале известного человека, сыроеда Андрея Счастья. Очень интересный для меня собеседник. И сегодня я хочу задать ему вопросы, которые касаются не темы про сыроедение, а именно про его жизнь, про его личность. Вот такие вот вопросы, которые до меня ему никто не задавал. Итак, привет, Андрей. Привет, Денис. Привет всем. Итак, мой первый вопрос тебе. Как ты видишь сегодня свое предназначение? То есть, я понимаю, конечно, что оно может меняться с течением жизни, но вот сегодня, как ты видишь свое предназначение именно на сегодняшний день? Расскажи об этом. Классный вопрос, спасибо, Денис. Вообще, спасибо, сразу скажу, за вопросы, которые ты подготовил. Я их еще не знаю, но я уверен, там нет ничего про сыроедение, и это интересно. Потому что ты, как никто другой, знаешь, что когда с тобой встречается интервьюер любой, то вопросы всегда, что ты ешь. Да и я был таким интервьюером несколько часов, минут назад. Спасибо за вопрос. Так вот, предназначение. У меня на этот счет свой взгляд, естественно, у всех свой взгляд. У меня он может обычный, может необычный. Я считаю, что предназначения вообще нет такого. То есть, предназначение, люди привыкли вкладывать в это слово некий какой-то сакральный смысл. Предназначение – это что-то, чем нужно заниматься всю жизнь. Родился человек с трех лет, когда смог уже ходить и что-то делать руками, он начал это делать, и к 90 годам, а он питался обычной едой, к 90 годам он умрет, занимаясь этим делом. Я не считаю, что такое может быть. Я считаю, что это довольно скучно. Лично мне нравится как-то менять свою деятельность. И, скажем так, если я занимаюсь каким-то делом целенаправленно, увлеченно, фанатично, три года, бывает пять, бывает шесть, то, как правило, из этого дела я получаю уже максимум, который я могу получить. То есть, цель моя не в том, чтобы развить себя в одном деле, а в остальном остаться никаким. Как-то это довольно удивительно было бы и довольно скучно. Мне хотелось бы, представляешь, вот так вот, некие такие, как бы, рейтинги. И вот я в одном деле вырос, а в остальных я не вырос. И зачем мне расти в этом еще на чуть-чуть, если в этих нужно догонять? Я увлекаюсь кем-то другим делом, для того, чтобы свой уровень постоянно поднимать, чтобы развиваться и в бизнесе, и в отношениях, и в семье, и в сексе, и в какой-то спортивной деятельности, и еще много в чем. И опять же, даже мое окружение я считаю некой деятельностью. То есть, окружение, которое сейчас у меня есть, оно же не само пришло. Нужно было что-то сделать для того, чтобы его привлечь, для того, чтобы его удержать рядом с собой, чтобы я был выгоден людям, чтобы они мне были выгодны, чтобы это было взаимовыгодное существование. И та команда, которая у меня сейчас есть, я могу с гордостью сказать, что это практически семья. То есть, ну, реально семья, это не команда. Поэтому я занимаюсь много чем, вот так постоянно эти рейтинги рачу. И что касается того, что люди привыкли, как предназначение... Да, твоя основная миссия. Да. Вот в какой-то момент жизни, например, не сейчас, например, два года назад, мне было очень интересно заниматься полдэнсом. То есть, я действительно чувствовал это как миссия. Это не в смысле, что я прихожу на пилон и начинаю там крутиться. Нет. Заниматься полдэнсом – это не только спорт, не только постоянно продумывать какие-то технические моменты, именно элементы полдэнса, какие-то шоу-моменты, чтобы выступление получилось ярким, интересным, чтобы был образ, раскрытие. Не только это. Но я еще устраиваю чемпионаты. Я делаю это так, чтобы людям понравилось. Не просто устроил чемпионат, заработал денег, все, все, спасибо, расходимся. А именно так, чтобы это получился праздник. Какие-то необычные использовать фишки, каких-то необычных ведущих, которые более яркие, чем на стандартных чемпионатах. То есть, я занялся полдэнсом, и я ушел туда с головой и как организатор, и как хозяин школы, которую я открыл, и как тот, кто сам участвует в соревнованиях. Но самое главное, что мне доставляет кайф. Вот сейчас то, что ближе к слову предназначения. Мне доставляет кайф тренировка. Когда я начинаю тренироваться, то я поглощаюсь полностью, ухожу в этот процесс, чувствую свое тело. Это что-то похоже, наверное, на йогу. Я всегда негативно относился к йоге, потому что мне не нравилось, что там целая религия. Ты туда приходишь за тренировкой, а тебе там говорят, вот у тебя тут такая чакра, тут такая-такая. Ты такой, блин, я еще с B12 не определился, я даже не знаю, есть он или нет. А теперь у меня еще надо думать над чакрами. Какая и какого цвета. То есть для меня это, конечно, ух. Но сам подход, он типа как в йоге. То есть чувствуешь свое тело, понимаешь, что оно может, понимаешь, что ты от него хочешь, понимаешь, сколько нужно будет пройти до того, как оно будет мочь, то, что ты от него хочешь. И вот этот процесс развития, я когда в него поглощаюсь, то мне из него довольно тяжело достать. Я могу в нем сидеть годами. И из этого процесса меня обычно достают остальные неспланированные какие-то штуки в жизни. То есть, например, финансовое состояние. Или, например, учился я, скажем так, на среднее образование, там, после школы в Пит-колледже. И когда доучился, то жизнь стала меняться, нужно стало работать, да, что-то делать. И время, которое я посвящал тренировке, оно очень сильно сократилось, а потом полностью ушло. Ну, там было еще и со здоровьем связано. Но когда я поглощаюсь в физическое развитие, меня из него может добыть только какой-то форс-мажор. И вот сейчас случился снова такой форс-мажор. Не знаю, насколько это форс-мажор. Это на самом деле очень круто. Я поглотился в полдэнс, посвятил ему два года, но у меня очень сильно заболел друг. Подписчики моего канала об этом знают. Друг заболел, у него сахарный диабет второго типа, но очень мощный. То есть диабет, диабет и рознь. Бывает, такой же человек заболел, его можно с рейдением там за месяц из диабета вывести, может быстрее. А этот товарищ копил с самого детства. То есть он со школы был уже очень полный, очень тучный. И средний его вес за жизнь составлял 110-115 при росте ниже, чем у меня. То есть там 100, может, 72 сантиметра. Да, я заходил к тебе на страничку, видел. Да, и вот этот человек, он столько накопил в себе болезней, что диабет – это только верхушка айсберга. Там еще глубже очень много всего и с глазами, и с суставами. И когда мой очень близкий друг, а этот человек для меня, ну, действительно, как отец, то есть он мне заменил отца. Не в смысле он меня вырастил, да, а в смысле, что вот здесь он мне заменил отца. То есть когда я сканирую себя, я понимаю, что этот человек для меня воспринимается как отец. Я его люблю как отца, все мои чувства к нему как к отцу. И когда он стал уже двигаться к смерти, несколько раз в полкому, то я понял, что, ну, замигала лампочка. То есть вот эти вот рейтинги идут, и тут в одном рейтинге замигала лампочка, туда все силы. Так как я маму уже перевел на сыроедение, то есть лампочка, замигавшая 4 года назад у мамы, успешно потухла, я наконец перевел ее на сыроедение. Конечно, она иногда срывается, разумеется. Приезжая к ней домой, я иногда застаю у нее какие-то, например, куски хлеба или там печеньку. Ну, конечно, я на нее стараюсь не давить, хотя у меня внутри так сразу, естественно. Но я понимаю, что, по крайней мере, ее здоровье намного улучшилось по сравнению с тем, что было раньше. Ей 67, она выглядит отлично, она молодеет, и легкие срывы пускай будут. А тут загорелась лампочка еще ярче. То есть с другом стало все намного хуже. И мне пришлось бросить полденс, бросить мое, то, что было на тот момент предназначением, и приступить к экстренной помощи. Вот за год сейчас результат минус 29 килограмм, наверное, уже минус 30. Я сейчас последних несколько дней в разных городах с ним живем временно. Вот опять, естественно, часть команды. Опять будем жить в одном городе. Минус 30 килограмм, полный отказ от инсулина уже месяцев 7 назад, наверное. А может, ну, не суть, полгода назад отказ от инсулина. Если он проходил какое-то время назад, там, несколько лет назад, даже год назад, проходил 50 метров, и колени не давали больше идти, то есть ему приходилось ходить с железными наколенниками, как у Форест Гампа. То есть реально вот у него такие наколенники, и в них шарниры вставлены, которые скрипят. Это очень прикольно. Этим летом он уже проходил по 10, по 12,5 километров в день. Это очень круто для него, потому что для него это просто невозможно. Естественно, всякие умники ему в инстаграме пишут, а что ты не бегаешь там, бегай, это не круто ходить. Но когда человек ходил по 50 метров, а стал ходить по 12 километров, это хорошо. То есть я сейчас тем, что называется мое предназначение, не считаю, что занимаюсь. То есть я понимаю, что я несу миру пользу тем, что я рассказываю о сыроедении. Но ты прекрасно понимаешь, что мне лично это довольно скучно. Я это делаю качественно, я вижу, как меняется жизнь людей после семинаров, я вижу, как они довольны, и люди приезжают даже по 4 раза на семинары. То есть им нравится. Но для меня это не так, что прям взрыв. Вот когда я занимаюсь развитием себя, это взрыв, там я живу так, просыпаюсь утром, мозг еще не проснулся, тело еще не проснулось, глаза еще закрыты, а в мозгу уже комбинации. Я продумываю, как я там что-то танцую, какие-то переходы делаю. Через 20 минут я открываю глаза, встаю, начинаю эти комбинации записывать. Потом поем и иду их отрабатывать. Отрабатываю, отрабатываю, под вечер устаю, уже ничего не могу делать, тело болит, все устало. Я снова иду записывать. И засыпаю так же, лежу, а в голове комбинации. И засыпаю, продумывая. То есть когда я занимаюсь своим делом, своим предназначением, это вот так. Это ярко, это дает мне энергию, это дает столько энергии. Ты не устаешь от этого, да? Да, я уже стер кожу, допустим, ну что-то делал, стер кожу на локтях, под коленями, устали все мышцы, переутомился весь, там было такое, что по 11 часов тренируешься. То есть тело уже говорит, все, пожалуйста, давай домой. А я не могу. Вот когда я занимаюсь предназначением, это вот так. И пока самое, конечно, интересное, что у меня в жизни есть, это либо физическое развитие, мне очень оно нравится, либо это изменение жизни людей. То есть когда я работал управленцем, мне очень нравилось не то, что я управляю мегафоном, там каким-нибудь абстрактно, да, или МТС, а именно люди. То, что я видел, что я беру человека, человек мне доверяет, я его беру продавцом, а через год, например, он становится руководителем, у него повышается доход, у него повышается уровень жизни, он да просто даже в квартире в другой начинает жить, которая, скажем так, окружена не соседями алкоголиками, а соседями трудоголиками. Ну, такой этап жизни, если у него. То есть мне нравится физическое развитие и менять жизнь людей. Вот это мои основные кайфы. Но в данный момент я не занимаюсь ничем таким, а пока готовлюсь. То есть этап подготовки. Почему ты сейчас организовывал вот эти вот в Крыму слеты, это же тоже изменение жизни людей. Да, но не моего, не моей жизни. То есть изменение не в моей жизни. Поэтому мне это нравится, но самый яркий кайф для меня – это физическое развитие. И когда я ухожу в него, я могу там несколько лет вообще даже с людьми не общаться. Представляешь, просто насколько я открытый человек, но я запираюсь в комнате и тренируюсь, 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 тренируюсь. Потом проходит несколько лет, мне говорят, так, слушай, ну ты уже закончил учиться, тебе надо идти работать. Я такой, да. И тренировка заканчивается на этом, например. То есть сейчас предназначение пока я не реализую, но готовлюсь к этому. Понятно. Спасибо за ответ. Так, следующий вопрос. Вот я очень люблю задавать этот вопрос вообще всем, тем людям, которые мне интересны, в том числе тебе. Он касается финансов. Смотри, Боженька, представь, что Боженька, или называй это как угодно, Вселенная, нам не важно, говорит тебе, я вот приготовил для тебя, я тут подумала и приготовила для тебя маленький сюрприз. Я решила подать тебе безлимитную карту, пусть это будет виза. При этом ты не можешь ее потерять, уничтожить напалмом, еще как-то. В любом случае об этом не беспокойся, она как бы тут же будет восстановлена. Таким образом, ты получаешь доступ к бесконечному количеству финансов. Вот как это изменит твою жизнь и куда бы ты их направил, ну и вообще как бы это повлияло на твою деятельность. Вот сейчас, допустим, ты проводишь всякие тренинги, в том числе, чтобы закрыть свой финансовый вопрос. Сейчас тебе уже больше не нужно об этом думать. То есть навсегда. И вот как повлияло бы это обстоятельство на твою жизнь, и что бы ты с ними сделал, что бы ты с ними начал делать? Да, это очень классный вопрос, очень интересный. И если бы я любил плагиатить, я бы этот вопрос украл и задавал его всем. А может, я буду его задавать от твоего имени? Классный вопрос. Так вот, если бы у меня появилась безлимитная карта, то есть возможность вообще не работать, тем не менее у меня осталось бы такое же отношение к счастью, как сейчас. У меня есть своя схема счастья, там все расписано, короче, все ходы записаны. И эта схема счастья, она абсолютно не зависит от того, сколько у человека денег. То есть если, скажем так, я закрою пункт с деньгами, то останутся остальные пункты, и мне все равно ими будет заниматься просто хотеться. Поэтому однозначно, что моя деятельность, да, она изменится. Я намного больше процента времени смогу уделять физическому развитию, про которое я только что рассказывал, потому что для меня это такой кайф. С этим не сравнится ничего. Мне не нужна одежда, мне не нужна обувь. Я хожу так абсолютно спокойно. То есть вот то, как я сейчас, это не какая-то попытка понтоваться, не попытка стать популярным. То есть я появился в интернете год назад. А хожу я так уже три с половиной года, а до этого уже начинал ходить минималистично, не босиком, но, допустим, в каких-то сланцах зимой или там в тоненьких кедах. Поэтому мне просто так в кайф. А вот физическое развитие и время на него, и ресурсы. То есть физическое развитие – это еще и какое-то помещение, какой-то инвентарь в зависимости от вида спорта. Я бы направил очень много сил в эту сторону. Тем не менее, я давал бы мастер-классы на эту же тему, плюс на все остальные интересующие меня темы. Потому что каждый раз, когда идет семинар, тем не менее, я не только рассказываю на тему, интересную людям. Я затрагиваю темы, интересные мне, получаю отклик. Оказывается, что людям это интересно тоже. И обсуждая с ними, как с зеркалами, я, тем не менее, прокачиваюсь сам. Поэтому я думаю, что изменилась бы не сама моя деятельность, а, во-первых, место. Потому что я хочу в Азию. Я знаю, что ты вернулся оттуда, и что тебе хочется березок и России. И, скорее всего, это классное ощущение, когда ты столько времени провел в Азии, что хочется березок и России. Мне пока хочется Палим и не России. Поэтому я бы переехал куда-то в теплые края. Возможно, даже не Азия, возможно, даже Испания, например. Надо поехать и посмотреть. Потому что пока мы сидим здесь, картинки... Где больше ляжет душа. Да. Картинки в интернете, они все красивые, потому что их делают профессиональные фотографы. Куда я хочу, я не знаю. Но я бы куда-то переехал в теплый край, занялся бы больше физическим развитием, но, тем не менее, проводил семинары. Может быть, не так интенсивно, а может быть и так же. Просто больше нанял людей, которые смогли бы организовать эту деятельность так, чтобы мне приходилось только проводить семинары, а не заниматься организацией. А что ты вкладываешь в физическое развитие, когда говоришь, что хочешь, чтобы твое тело развивалось? Ну, чтобы оно там было более выносливее? Или вот какие критерии? Вообще, мне хотелось бы овладеть всеми видами спорта. То есть, представляешь, если мне дано время для жизни практически безлимитное, я думаю, что ты тоже понимаешь, что это не 90 лет, то мне бы хотелось постичь все виды спорта, причем в такой последовательности, в которой мне интересно и в которой еще и эффективно. То есть, допустим, какой-то вид спорта, где растяжка нужна вот так себе. В следующем чуть больше, в следующем чуть больше. Потом подойти к гимнастике, потом к каучуку. То есть, чтобы это было постепенное увеличение возможностей. Чтобы какой-то вид спорта становился как бы ступенью. Допустим, какая-нибудь спортивная гимнастика стала ступенью, а следующим был каучук, где нужна растяжка выше А тут я уже подготовился за какие-то 5 лет, например, и перешел в другой вид И оставляя при себе все те навыки, что наработаны, я переходил в новый вид спорта с теми навыками Ну, по мне так это очень круто, а ничего больше, чем свобода тела, ничего кайфовее я не представляю И вот так с каждым спортом увеличивать собственные возможности и выносливость, и растяжку, и силу, не массу Это, конечно, то, о чем я, наверное, мечтаю и что у меня будет То есть я, как правило, не мечтаю, у меня есть планы Мечтой называется далеко идущий план Да, согласен, что когда сам занимаешься спортом, состояние совершенно другое То есть какое бы оно ни было, классное на средине, но когда ты начинаешь спортом заниматься, совершенно другое и в теле, и в голове, и в энергетике Поэтому я их всегда напрямую связываю Вот это питание и спорт, питание и физнагрузки Очень интересный у тебя подход, я тоже над ним подумаю Такой нестандартный совершенно Хорошо Следующий вопрос очень простой, такой практический Сколько конкретно нужно сегодня тебе денег в месяц, чтобы закрыть все свои потребности и сказать Я счастлив, мне хватает на все Ты знаешь, очень сложный вопрос, я не считал То есть я знаю, что мне для того, чтобы есть, летом тоже не считал, тысяч 10, наверное Зимой точно считал, нужно тысяч 30, но если есть вкусно, если есть тропические фрукты, которые оттуда едут Конечно, я так не пробовал, потому что это очень дорого Я думаю, что и сотни в месяц можно потратить Но для меня пока, как человек, я знаю, что ты тоже из маленького города, у тебя 40 тысяч человек А в моем 70, мой город больше Но по сути это две деревни, да И человек, вышедший из такого города Я пока еще обладаю внутри себя многими блоками и комплексами И для меня пока есть такое стеснение зарабатывать много Потому что, ну мне кажется, что из-за того, что я зарабатываю много, другие зарабатывают мало Хотя это абсолютно не так Это естественно не так Если у тебя есть руки, ты можешь сделать что угодно, независимо от того, где еще кто-то что-то делает Но тем не менее, во мне есть этот комплекс И пока я стесняюсь ставить себе какие-то цифры типа 200 тысяч в месяц Но я уверен, что можно освоить 200 тысяч успешно Причем не на саморазрушение, а именно на саморазвитие На качественную еду и на развитие тела и интеллекта Но когда твои финансовые вот эти вот доходы поднимутся до серьезных цифр Куда ты будешь их инвестировать, куда девать будешь? Я еще не думал Не думал про это Я боюсь этих денег То есть я честно, откровенно говорю, я боюсь больших денег Сейчас вот если у меня появится миллион, я такой Миллион, что с ним делать? Понятно У меня не было отца, который планировал бы и обучал меня планированию финансовому А у мамы с этим было довольно слабо Поэтому пока деньги это то, что я научился не бояться в нужном сегодня мне объеме Но пока еще не научился не бояться в объеме большом, который нужно будет осваивать То есть пока для меня это страх Ну да, это типичная картина, в принципе она касается каждого У меня было примерно так же Окей Это нужно будет пройти, это мой следующий урок, видимо Задам следующий интересный вопрос Значит, вот Есть на этот счет разные мнения Насколько влияет появление в твоей жизни, допустим, на твои результаты женщина или девушка, как ее назвать Вот некоторые говорят, что вообще не влияет Некоторые говорят, что когда появляется женщина в жизни, она влияет и на материальный доход, и на все остальное развитие Вот как у тебя с этим вопросом? Да, ну первое, женщина это инструмент Как бы это не звучало цинично, но женщина это инструмент, как и мужчина это инструмент, все это инструмент И инструмент инструменту рознь, смотря какая женщина, женщин так-то много, я вот сегодня ехал в общественном транспорте, там такие были женщины Они, наверное... Да, конечно, правильная женщина, которая подходит именно тебе Да, вот у меня сейчас есть такая женщина, которая правильная и подходит мне Она очень положительна, но это не сказать ничего Она прям, ну капец, как положительна влияет То есть это человек, который дает мне намного больше мотивации, чем есть у меня Почему? Как эта мотивация складывается? Да, сейчас объясню, потому что лично я вижу некий кайф в лишениях, к сожалению, наверное В лишениях? Да, именно в лишениях Я вижу кайф в лишениях Если у меня есть необходимость пожить какое-то время в подсобке магазина, и это время год То, честно говоря, проживя год, я думал, что таки можно и пять, и шесть То есть я могу жить где угодно, в любых условиях, и я могу Это никак... Я понял, куда ты клонишь Никак меня практически не ограничивают в развитии И поэтому женщина необходима для того, чтобы говорила, слушай, а может мы уже переедем в подсобке То есть женщина это то, что меня мотивирует очень сильно Правильная женщина, она ставит интересные цели То есть допустим, я сижу себе в Казани и вообще не парюсь Сижу и сижу, как ты сидел в своем Томске и не парился Тут у меня появляется женщина и говорит, слушай, я хочу на море Я такой, море, море Слушай, а бывает море? Для меня море это нечто на картинках или на фото А моя женщина говорит, хочу на море Я так понимаю, слушай, так это надо куда-то ехать А тут мы раз выехали То есть она меня мотивирует на совершение таких поступков, к которым я сам бы просто не пришел Я могу, но не понимаю зачем Потом она говорит, я хочу Мы это делаем Я смотрю, слушай, а круче? Ну иду реально, на море круче То есть есть сомнения, что на море круче, чем в Казани, например, если это Крым Кстати, там русские лица и море одновременно И фрукты неплохие Так вот, женщина это человек, который ставит мне цели, которые я сам себе не ставлю Плюс она дает мотивацию Вот тут очень тонкий момент Женщины бывают разные Некоторые работают, некоторые открывают свой бизнес Который не такой яркий, как у мужа, чтобы не доминировать над ним Но тем не менее тоже бизнес То есть муж там зарабатывает, скажем, несколько сотен тысяч А жена чуть меньше сотен тысяч Но тем не менее у каждого свой бизнес Это тоже интересный подход Нет ничего правильного, нет ничего неправильного Но мне сейчас нравится, как у меня Я хотел бы, чтобы моя женщина не работала И чтобы она постоянно находилась рядом со мной Хотя все говорят, что вы друг другу быстро будете надоедать Пока ничего подобного Уже два года как бы не надоедаем А до этого я жил с первой женой, семь лет не надоедали То есть я вижу, что чем больше времени моя жена проводит рядом со мной Тем мне это больше в кайф И она дает мне мотивацию постоянно И даже просто, если она мне делает массаж Я в это время в два-три раза лучше думаю над каким-то проектом И я не могу отключиться во время этого массажа У меня сразу, знаешь, как будто мои силы удваиваются Как будто силы из нее перетекают в меня И у меня в два раза больше сил А она сама своя сила не направляет куда-то Это происходит, если делает именно эта женщина или какой-то другой человек? Ну, я сейчас про мою женщину А если другой, то будет другой эффект? Да, будет другой эффект, даже если моя мама Это две моих женщины Моя жена и моя мама Но когда массаж делает мама, то совсем по-другому Потому что мама-то, она в меня как раз не верит Мама у нее своя тема Для мамы я всегда маленький ребенок, у которого ничего не получится Который вот-вот должен упасть, разбить коленку Лучше вообще никуда не ходить, сидеть на месте Конечно, потому что если ты начнешь с кем-то дружиться, они тебя еще и обманут То есть у мамы так И когда она мне делает массаж, то энергия не удваивается, она уменьшается Когда массаж делает жена, то я понимаю, что Ну, это как будто выглядит так Вот есть моя жена, у нее куча энергии Но сама она не направляет ее никуда Но когда она подключается ко мне Или мыслями, или физически То ее энергия вся в меня, а у меня своей куча И в нашей энергии огромным потоком в созидании чего-то нового То есть женщина, да, это очень-очень-очень сильно влияет И если кому-то из вас женщина наоборот мешает Это просто не та женщина, либо вы не так ее используете Вы просто не умеете ее готовить Согласен, совершенно верно, да То есть это вот обмен инской-янской энергией Это очень важно на самом деле Окей, как ты представляешь свой идеальный день? Ну, допустим, когда у тебя закрыт финансовый вопрос Вот с утра до вечера Примерно, как ты его сейчас представляешь На данном этапе своего развития Ну, твой идеальный день с утра Да, я понял Ты задаешь эти страшные вопросы Они меня реально пугают, представляешь? То есть, как трудоголик Ты сейчас понимаешь, какой страх я испытываю Типа, как это, ничего не надо делать, что ли? Трудоголик, а день должен быть расписан Ты проснулся, ты знаешь, тебе надо туда, 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 туда И причем надо Не хочешь, а надо А если тебе никуда не надо Ух, как страшно Скорее всего, это тренировка Да То есть я буду проводить это время Знаешь, я вот сейчас так картину нарисовал Прям ты спрашиваешь, у меня картина Это было бы неплохо, чтобы это было на берегу моря Чтобы моя женщина могла загорать, отдыхать Делать мне массаж во время отдыха моего А я занимаюсь, скажем, не знаю чем Например, брейк-дансом или пол-дэнсом Или каким-то единоборством Я никогда не занимался единоборствами Но когда-то хочу к этому прийти Потому что, ну, всегда тянуло, а что-то руки не доходили Поэтому, скорее всего, мой идеальный день Это много-много тренировки и общения с моей женщиной Вот это да Вкусные фрукты, море, тепло, тренировка, моя женщина Идеально Модель понятна, спасибо И главное, чтобы ничего не было расписано по часам Иначе это уже не идеальный день Да, конечно То есть, чтобы делать в каждый момент времени Туда, куда хочет твоя душа Тем, чем хочет надо заниматься Именно Окей Чего тебе не хватает сейчас до полного счастья? Уф, да, вообще Отличные вопросы Твои основные боли Вот сейчас у тебя такая боль, которую нужно решить Чтобы почувствовать себя более счастливым, более свободным Да, это то, о чем я много говорил на семинарах И у меня есть своя схема счастья В этой схеме есть пункт Знаешь, этот пункт вообще на самом деле молодость Но, чтобы людям было больше понятно, я его называю здоровье Ну, это когда ничего не болит Ну, по сути, это молодость, да? Но для многих это здоровье Вот это пункт молодость Для этого нужно здоровье И для этого нужно сыроедение В моем случае Это один пункт Я его закрыл, тут все нормально Есть пункт самореализация Это пункт тот, который у меня сейчас не закрыт Это мое любимое дело, о котором я говорил Например, тренировка И этот пункт, сейчас я себя его лишил Он у меня сейчас мигающая лампочка Но он не может умереть В отличие от людей Поэтому лампочка может мигать сколько угодно Просто я себя чувствую несчастным Вот сейчас я несчастлив на 100% У меня есть моя любимая жена Но при этом не очень хорошие отношения с мамой Эта лампочка так немножко подмигивает И когда становишься максимально счастливым То есть вот так Живешь обычной жизнью Белый верх, черный низ, галстук, офис Босс тебя бьет по башке Ты постоянно куда-то торопишься Кредиты, нехватка денег, нехватка времени, нехватка сна Нехватка, в принципе, всего В это время ты не чувствуешь, какие у тебя мигающие лампочки Потому что ты сам одна большая лампочка Как физическое тело ты разваливаешься Но когда ты закрыл это, то есть закрыл здоровье Закрывать начинаешь финансы более-менее Ну финансы это опять же недостаток времени больше, наверное Закрываешь этот недостаток И начинают финансы копиться И чуть времени начинает больше становиться то ты начинаешь чувствовать, где у тебя явно недостача. У меня закрыто здоровье, молодость, закрыто, более-менее начинают закрываться финансы. Самореализация была, пока я занимался полдэнсом, я кайфовал просто. Она потухла сейчас, там опять образовалась пустота. И у меня отличные отношения с женой, лучшие, которые я только мог бы представить. Честно говоря, я такие даже не мог представить. То есть моя жена намного лучше, чем моя мечта о жене. Но не очень отношения с мамой. И вот получается сейчас это, да, отношения с мамой, это самореализация и место, где я живу. Наверное, вот это самые такие места, которые я сейчас закрываю. Потому что, ну, когда я закрыл даже самореализацию, я очень четко почувствовал, что отношения с мамой, хотя я с ней не вижусь, я с ней не ругаюсь, да, как можно ругаться с человеком, с которым ты 13 лет не видишься толком. Но я почувствовал, что там боль. Вот отношения с мамой, большая боль. Я над этим сейчас начал работать. После 13 лет ничего не делания. И боль в самореализации. Какие твои планы на ближайший год сейчас? У меня планы провести несколько интересных тренингов в Казани. Я об этом еще не говорил. Это вообще для меня очень необычно. И я не совсем понимаю, как это люди примут. Хотя я понимаю, как это люди примут. Часть людей скажет, а, отписка ты неблагостный. Часть людей примут с радостью. Но, пообщавшись с сыроедами вживую в сыроедном лагере, этим летом у меня было 4 смены. Я планировал 3. Думал, что приедет человека по 4 на каждую смену. Но приехало по 12. На первую чуть меньше, потом чуть больше. В среднем было 50. Ну, на 4 группы 50 человек всего. Пообщавшись вживую с людьми, я увидел, что в сыроедном сообществе действительно есть такая проблема. Это тема очень странная и не совсем адекватное отношение к сексу. То есть, либо люди считают, что секс – это что-то, что связано с чакрами. Он должен быть тантрический, но не физический. Либо считается, нужно заниматься какими-то извращениями. Типа, это тоже извращение, когда секс без семи извержения. Это такая модная в сыроедном мире тема, но я не понимаю, о чем вообще речь. И зачем это? Ну, честно говоря, я понимаю, зачем это. Когда ты не можешь кушать гуанабану, манго и вкусную помидору, то а ешь семена. То приходится подсаливать чем-то, специями приправлять, да? То же самое с сексом. Когда ты лишаешь себя нормального, качественного, человеческого, обученного секса, то нужно придумывать какие-то интересные тайные смыслы. В среднем мире с сексом проблема. И я решил провести для мужчин, потому что я не девушка, я не знаю, что делать с девушками в плане раскрепощения. То есть я знаю, что с ними делать, но это не туда ведет. С мужчинами я знаю, как именно обучающее мероприятие провести. Я запланировал тренинг по сексу. Вот такая тема. Заодно реклама будет. Это пройдет в Казани. Все строго инкогнитое. Но будет интересно, и мне есть чем поделиться. Поэтому кроме тренингов по сыроедению, кроме семинаров, будет еще по сексу небольшой. А этой зимой я впервые в жизни запланировал вылететь за границу. Честно говоря, для меня это тоже страшно, потому что вдруг картинки моря окажутся лучше, чем само море. Но я думаю, все будет хорошо. Я думаю, что если я фрукты экзотические пробую в России, и они мне нравятся, там они точно должны быть вкуснее. Для тебя это, наверное, смешно, а для меня это пока интрига. Я решил слетать за границу, провести несколько семинаров там. И декабрь, январь, февраль, марта, возможно, и апрель. Очень страшно это говорить, но, скорее всего, я проведу в Азии, скорее всего, в Таиланде. И пока я думаю, что это могут быть лучшие пять месяцев в моей жизни, но это не точно. Да, возможно, мы даже с тобой там встретимся, потому что я, возможно, тоже поеду в это время. Вот. Так, и что я еще хочу сказать? Возможно, что-то даже совместное замутить. Да, да. Что еще хочу сказать про Азию. Что в Азии, вот, я очень тебе завидую. Я сейчас почему смеялся, потому что насколько ты... Вот первая моя поездка в Азию была потрясающей. Просто после вот моего маленького городка я очень тебе завидую. Потом я был там несколько раз, и, ну, впечатление, как будто ты уже там был, пришел к себе домой. Да, я уже здесь был. Но первый раз, я когда увидел первую пальму, когда мы ездили на автобусе, я закричал, Руслан, смотри, там пальма. И я смотрел на каждого жучка, на каждый камешек. Там совершенно другая энергетика, совершенно другие лица, короче. И там все другое. Я вот так смотрел, и не мог насмотреться после моего маленького городка, где там вот такой серенький городок, где ничего вообще нет. И я тебе очень завидую, что у тебя будут, конечно, потрясающие впечатления. И вот небо и земля первый раз в Таиланде, и второй раз в Таиланде небо и земля. И поэтому сейчас у тебя это все впереди. Это очень классно на самом деле, очень здорово. Да, я даже думал о том, чтобы, может быть, как-то узнать страны, которые хуже, и градус повышать. То есть, понимаешь, съездить какой-нибудь, абстрактно говоря, в какой-то Лаос, допустим, где хуже, потом во Вьетнам, потом в Таиланд, потом куда еще там можно съездить. А то, что касается, вот, хочу к читателям, к слушателям обратиться так же. Сначала можно съездить во Вьетнам. Знаешь почему? Потому что там проще инфраструктура в Вьетнаме. То есть там, знаешь, как бы эта страна прошла много войн, и там не очень много, видно, что не очень много пока денег вложено. У нее огромные перспективы. И сейчас Вьетнам застраивается, я вижу, представляешь, вскрываются все дороги, ну вот, когда ты едешь, и очень большое строительство идет. То есть, если сейчас это такая а-ля России 90-х, хотя есть там крутые гостиницы, типа Интерконтиненталь, кому нужен вот этот весь пафос, он там есть. Но, тем не менее, Вьетнам и Таиланд сравнивать в плане инфраструктуры, пока очень, ну, это совершенно на двух разных полюсах стоят страны. То есть, это такая бедненькая страна. Но Вьетнам, Таиланд, то есть, это очень богатое королевство. Там очень много денег, очень высокий уровень сервиса. Поэтому начать можно с Вьетнама. Но там у нее очень большая аутентичность, и вот эта вот, знаешь, культура, вот эта природа, в силу того, что она еще не разрушена цивилизацией, там можно очень сильно кайфануть, ну, в этом смысле. Ну, плюс, опять же, фрукты там лучше. Поэтому, если ты хочешь, ну, когда ты попадешь в Таиланд после Вьетнама, ты сразу же увидишь, начиная с аэропорта, насколько там высокий уровень сервиса во всем. А здесь все так простенько, там, они сидят на этих красных стульчиках. Вот ты увидишь, что весь Вьетнам сидит с утра и вообще постоянно на таких маленьких. Ну, они такие шатаются, у них ножки такие, знаешь, может упасть. Стульчик такой тоже шатается, как бы тоже может упасть. Прикольно. Но, тем не менее, вот там есть вот эти фрукты, вот эта природа, короче, вот это ты сильно увидишь. Как только ты попадешь из Вьетнама в Таиланд, ты сразу же увидишь, насколько там все круто, насколько там каждая деталь продумана, насколько там, блин, здорово, вот в этом смысле. Ну, вот, если хочешь почувствовать. Ты знаешь, для меня, может быть, даже уровень фруктов больше влияет. То есть, допустим, приехав в Крым, в самый бедный из там поселочков, я кайфовал от того, что я не вижу этой роскоши, потому что, когда ты не видишь роскошь, ты не хочешь ничего покупать. А для меня это очень круто, потому что в моей команде есть люди, которые пока еще хотят покупать, а я от этого уже отучился и вижу, что у них очень внимание рассеивается. То есть, мы идем, я думаю над чем-то, над чем мне выгодно сейчас думать, а они пытаются думать, над чем им надо думать. Ну, то есть, нет такого, что надо, да, но им вот в жизни вот это сейчас важно. А они не могут об этом думать, потому что у них глаза разбегаются купить. О, машина классная, о, дом классный. То есть, у людей разбегаются глаза на покупки, а в бедных районах такого нету. Поэтому для меня, может быть, Вьетнам окажется интереснее, тем, что там проще, во-первых, а во-вторых, еще и фрукты лучше. Поэтому, наверное, для меня, вот как ты сейчас объяснил, для меня Вьетнам, наверное, стал повыше Таиланда в моем личном рейтинге. И, наверное, хорошо, что сначала будет Таиланд, хотя и это не точно сейчас выясняется. Понятно. Ну, опять же, что касается людей, в Вьетнаме они такие более, ну, они похожи на русских, такие очень активные, довольно-таки, ну, могут тебя и подтолкнуть иногда. А тайцы, они очень душевные, короче. Мне вот нравится, когда люди очень душевные. Они тебе всегда улыбаются искренне, всегда спасибо, очень вежливые. Ну, там вот буддизм. А во Вьетнаме, там в основном, когда не верят в Бога, там в основном нет религии. Атеизм. Атеизм, да, вот. То есть в Таиланде буддизм, и это очень сильно сказывается. Вот эта религиозность очень сильно сказывается. То есть люди совершенно другие. Ты увидишь разницу в людях. Намного более интересные люди вот в Таиланде. Ну, у меня предстоит интересная зима, да. Да, да. И, возможно, я тоже так же вот сейчас впервые, может быть, и на зиму. То есть у меня вот жена еще не была, возможно, мы вместе съездим. Она тоже еще нигде не была. Я хочу ей очень сильно все показать. Потому что сейчас, когда ты впервые приезжаешь в какую-то страну, тебе непонятно, куда идти, что делать, вообще куда звонить. Ты можешь пару дней потерять только в поисках какого-то жилья. А сейчас ты приезжаешь уже, я точно знаю, где у меня, кому позвонить. Везде там свои знакомые, свои люди там, которые на постоянке живут. Где поселиться. То есть это очень здорово, на самом деле. Это да, это очень круто. Да, очень круто. То есть масса времени экономит. Окей. Ну и последний вопрос, он тоже такой географический. Где бы ты хотел жить в идеале? То есть менять места жительства так же, как и я. Или зависнуть где-то в одном месте, то есть, опять же, на море пока. Как тебе кажется именно сейчас? Возможно, потом это в будущем изменится. Ты знаешь, опять же, я человек такой, что мне можно закрыться в одну комнату, если она технически оборудована под тот вид развития физического. Вот, и все. Главное, чтобы были стены, потолок, чтобы сверху не лилось. И все. И пол ровный. Ну, если надо, чтобы он был ровный. Что там за окном происходит? Вообще мне не важно. Но у меня есть жена. И она мне иногда ставит какие-то мотивации. И когда она эти мотивации ставит, и я выполняю их, не в смысле я подкаблучник, который выполняет, да? А она организует мою жизнь так, что мне хочется отвечать. То есть она человек, которому начинаешь навязывать. Давай тебе это, давай это, давай. Она говорит, не хочу. То есть она чаще отказывается, потому что я очень много всего хочу ей дать за то, что она так классно делает меня счастливым. Но когда она захотела море, я дала ей море, увидел, что там действительно хорошо. И возможно, что она будет меня также дальше возить по миру своими желаниями. Потому что я, честно говоря, не представляю, что я приеду в Таиланд, например, и захочу из него куда-то уехать. Скорее всего, я просто оборудую себе некое помещение, где смогу физически развиваться, и все, меня не трогайте лет 10. То есть где жить, пока я не знаю. Потому что я вообще, честно говоря, думаю, что Азия, по идее, она же маленькая, да? Скорее всего, эти страны, но то же самое, как у нас области. Ну, уезжаешь ты из Саратовской области в Ульяновскую, что изменилось? Да вообще ничего, только номера там на машинах. А там, может быть, язык изменится немножко. Но так как я не знаю ни тот, ни тот, для меня ничего, да, получается. Поэтому возможно, что Азия, она примерно все одинаково. Это различается некая финансовая составляющая, некий пафос, да, который в Таиланде есть, а пусть в том же Лаосе или там в Йемене нету, допустим, или в Бахрейне. Я там не был, не знаю, как там. Но возможно, я захочу поездить по этим странам, посмотреть, сравнить. Возможно, что-то интересное, типа теплых европейских стран, даже Испания. Для меня человек, который последние несколько лет меня очень мотивировал в полдэнсе, он до сих пор остается неким мотиватором, это Александр Щукин. Он переехал недавно с женой и с дочкой в Испанию. И глядя на их видео, я понимаю, что, скорее всего, и там тоже хорошо и вкусно. Поэтому я думаю, что нет такого места, где я хотел бы жить. А сначала нужно облететь все места, посмотреть, сравнить и тогда уже выбрать. Но для меня жить где-то, да, это температура воздуха, вкусная еда и мое окружение, в котором мне, честно говоря, хватает человек 5-6-7. Если у меня есть человек 7, самых близких мне, которых я люблю, которые являются для меня практически семьей, мне остальное окружение не нужно. И тогда получается, что мне подойдет любая теплая страна. Главное, менять их на сезон дождей. Выходит так. Возможно, еще тебя потянет, опять же, в Россию, так же, как и меня. Просто она меня сильно потянула. То есть, мне именно захотелось от березок вернуться к себе, к родным лицам. А пальмы уже жутко надоели, короче. И сейчас я до сих пор кайфую, как бы вот здесь вот. Прям не хочу никуда уезжать, хочу обнять вот это свое и оставаться пока здесь. Я не исключаю, может, через несколько лет будет так. Ты знаешь, я недавно съездил в Краснодар и увидел, что если в Казани на рынке виноград это три сорта, ну там, зеленый, синий и тойфи. Все. Какой виноград? А вот один из трех. То в Краснодаре его более 20 сортов, у каждого есть свое название, абсолютно разный вкус. Один мясистый, второй жидкий, третий средний, четвертый кислый, пятый сладкий. Это просто нечто. И я понимаю, что даже в России есть места, где жить намного кайфовее, чем в средней полосе. И у меня есть друг сыроед, фруктоед тоже в Краснодаре. И когда мы с ним сравниваем сезонность, выясняется, что бедный месяц, голодный месяц, вот этот сыроедный, отвратительный сезон с конца февраля по конец июня, когда сыроедная боль, в Краснодаре это боль два месяца, а не четыре. Два, это меньше. Поэтому если вернуться в Россию, может быть, в Краснодар. Всем, кто сейчас сыроеды смотрит, рекомендую Краснодар именно как город, где выбор намного больше. Там открыты границы с разными странами, типа Грузии, Армении, еще чего-то. Я не вдавался, но на рынке там такое изобилие, что после Крыма я, конечно, очень был в шоке, потому что если в Крыму для меня было богато, то в Краснодаре богато умножить на 10. Поэтому если вы рассматриваете жизнь в России, то Краснодар и вот эти южные районы они будут намного более качественные в плане еды и намного более короткие в плане голода зимнего. Отлично. Спасибо тебе, Андрей, за это интересное интервью. Друзья, подписывайтесь обязательно на канал Андрея. То есть мне очень нравится этот собеседник, как вы видите, это очень интересный человек. Я как бы впервые был в роли интервьюера. Надеюсь, это интервью вам понравилось. Если хотите какие-то другие, мы обязательно будем снимать. Смотрите наше интервью, то есть, соответственно, на его канале и на моем канале. Подписывайтесь. И на этом у меня сегодня все. Счастливо, удачи, пока. С вами был Денис и Андрей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok